Всем тихой ночи! Пришло время по штукам из мира SCP, которые вы просите в комментариях. Как обычно, я посчитал сообщения под прошлым подобным роликом и выяснил, что это видео будет про штуку, которая называется «Война на всех фронтах». Эта сюжетная ветка мира SCP начинается с того, что в 1988 году из океана вышел гигантский монстр, верхняя часть которого выглядела как огромный ящер, а нижняя напоминала что-то, что вышла даже не из океана, а прямо со страниц книг Говарда Лавкрафта. Неведомое чудище с крокодилей мордой и десятком щупалец. Как делают все приличные существа такого рода, разумеется, сразу начало устраивать разрушение. Но на этот раз гнев монстра обрушился не на Токио или Нью-Йорк, как обычно бывает в таких случаях, а на место под названием Ху-Бразил. Не Бразилию, а именно Бразил, что само по себе интересно. Дело тут в том, что Ху-Бразил это остров из реальной ирландской мифологии. И согласно ирландским же мифам, Бразил это кусок суши где-то в Атлантическом океане, который скрыт за плотным туманом, рассеивающимся раз в 7 лет только на один день. Все остальное время пройти через этот туман могут только представители определенного ирландского клана, и больше никто. В средние века этот остров считался реальной штукой, и время от времени появлялся на картах Европы, а также в отчетах путешественников и в бортовых журналах кораблей. Некий реально существовавший капитан Джон Низбетт писал, что во время плавания из Франции в Ирландию ему открылся вид на этот легендарный остров. Низбетт писал, что на острове он видел замок колдуна, вокруг которого бегали огромные черные кролики. В общем, в мире SCP в 1988 году, включив телевизор, весь мир увидел, как монстр, как будто вышедший из фантастического фильма, уничтожает остров из мифов. Монстр был убит, а остров полностью разрушен. Общественности объяснили, что это было такое необычное постановочное событие. Огромное масштабное шоу. Но множество организаций из мира SCP такое объяснение, конечно же, не устроило. Такова завязка сюжетного хаба с сайта SCP, которого пока нет на русском языке, и который сам по себе не очень-то и большой. В нем всего два десятка рассказов, и с ним связано всего пять SCP-объектов. Основная суть этой истории в том, чтобы проследить, как любое происходящее в мире аномального события влияет на все связанные организации и вообще на все вокруг. Повествование хаба касается многих вещей из мира SCP, потому будет не очень понятно начинающим читателям, но может раскрыть новые стороны вселенной SCP для уже знакомых с тем, что тут вообще происходит. Оказалось, что маленький мистический остров интересовал многие организации аномального мира. Сам фонд еще до катастрофы основал зону номер три, в задачу которой входил не столько сбор аномалий, сколько общение с местным правительством. Было выяснено, что на скрытом легендарном острове существует небольшое общество людей, тесно связанных с миром неизвестного. Да и, кстати, не только людей. Основу населения острова составляли не люди, а человекоподобные существа, которые относились к другому виду и назывались сидами, а оперативниками из Гог те назывались вообще феями. Да, это именно то королевство фей, которое упоминается в некоторых гоковских рассказах. Эти ирландские феи создали город-государство, управляемое монархом, с правительством и королем, с которым фонд наладил связи. Также ожидаемо внутри этого города-государства обнаружилось и посольство глобальной оккультной коалиции, а еще и следовательский центр лаборатории Прометея. А кроме того, торговый дом, принадлежащий маршал Картера Д'Арк. Ну и конечно же на острове побывал Лорд Блэквуд, который первым дал его подробное описание. И вот в один прекрасный день из моря вышло чудовище, в ходе появления которого при непонятных обстоятельствах погиб монарх острова. Однако большую часть ущерба самому острову, как оказалось, нанесло совсем не чудовище, а войска глобальной оккультной коалиции. Ведь для борьбы с монстром Гог привлекли огромные силы, что не только уничтожило существо, но и привело к почти полному разрушению города. Тварь, как выяснилось, была давно знакома Гог, как ЛТЕ-8551 Цетус Крокодиловый Кракен, который, как следует из названия, был чем-то средним между крокодилом и кракеном. Гог обратил внимание на существо, когда оно атаковало несколько гражданских кораблей в Атлантическом океане. Коалиция долго преследовала и пыталась поймать его, и в один прекрасный день Кракен направился к острову Бразил. Мистическая защита острова, столетиями не пускавшие к нему чужаков, внезапно пропала. Вечное лето, которое до этого было постоянным временем года, в этом месте резко сменилось на холодную зиму. Чудище ворвалось в город и начало крушить всё на своём пути. Оно направилось прямо ко дворцу короля. Гог решил, что это отличный шанс уничтожить тварь, и нанесло по острову массированный удар, применяя весь свой арсенал. Королевский дворец и все, кто в нём находились, буквально испарились, а сама тварь была смертельно ранена и рухнула на дно образовавшегося кратера. Все остальные организации, а также остатки правительства самого острова, посчитали это агрессией и добились того, что ни одного представителя Гогни на самом острове ни в его окрестностях не оказалось. Когда пожары на руинах закончились, дым рассеялся, все ожидали увидеть огромную тушу, лежащую посреди разрушенных построек, но таковой не было. Зато у Маршал Картр и Дарк в продаже появились разные части тела неведомой морской твари, и особенно популярной в продаже оказалась икра, которая попала во всевозможные тайные рестораны. И там, в этих ресторанах, она особенно понравилась двум культистам, неосаркицистического культа, которые предложили руководству Мкит провести особый ритуал плоти. Ритуал этот по обещаниям культистов должен был помочь создать бесконечные запасы этого кушания. Прибыв на оговоренное место, представители Мкит увидели, как поклонники культа плоти создали из икриных шесть существ, подобных огромному Кракену. Существа оказались крайне агрессивными, но внезапно прибывшие на место оперативники Гог вступили с ними в битву и уничтожили вместе со всеми оказавшимися поблизости культистами. Икра была не единственным, что осталось от Кракена. Еще вот в программе цирка всего тревожного Германа Фуллера появился номер, когда на сцену вывозили гигантское бьющееся сердце. Это было именно то самое сердце, которое билось в уничтоженном монстре и продолжало биться, даже когда цирк приобрел его отдельно от всего остального тела, что стало отличным дополнением к одному из номеров клоунов из цирка. Смерть огромного древнего существа отразилась на мире снов, где обитает коллектив Анир. Последним вздохом существа было создано царство кошмаров, из которого во все сновиденные миры расползаются видения об ужасных древних монстров, прячущихся на дне океана и ждущих своего часа. Произошедшим живо заинтересовались и более обычные организации. Своё досье на это событие завёл и отдел необычных происшествий ЦРУ, как оказалось, свои агенты на мистическом острове. Были у этой организации от 60-х годов 20-го века. Несколько десятилетий они слали свои отчёты об этом острове, сообщая о его обитателях и о явлениях, с которыми они там сталкивались. Из неупомянутого ранее говорится, что на острове были магазины доктора Развлечудова, встречались существа из самых разных миров, а также был бар организации Chicago Spirit. После событий 1988 года ОНП потерял связь со своими агентами. Все они считаются убитыми, а новая миссия нецелесообразной, потому что город Бразил теперь считается разрушенным окончательно. Однако ОНП ФБР смогли купить образцы тканей существа на чёрном рынке аномальных предметов. Также папка с описанием нового монстра появилась и в отделе ПГРУ. Агент Станислав Николаев поделился своими наблюдениями. Он сообщил, что существо обладало огромной скоростью регенерации и могло поглощать особую жизненную энергию, называемую эфиром. Поглотив достаточно эфира, монстр начинал извергать огонь. Но главное, агенты ГРУ захватили посыльновым кит. При себе он имел 12 яиц монстра, и все они были переданы в отдел. Исследовав эту находку, отдел запустил проект Исполинский спрут, целью которого стало создание управляемого морского монстра для использования в качестве оружия. В ходе реализации проекта было выращено несколько экземпляров существа, приготовленного для отправки в города потенциального противника. Однако Советский Союз распался и проект был закрыт. Тогда с агентом Станиславом Николаевым связались из лаборатории Прометеи и пригласили работать к себе. И от такого предложения он, конечно же, не смог отказаться. В общем, как вы могли догадаться, основной смысл этой части хаба войны на всех фронтах заключается в том, что уже знакомые организации мира SCP как-то прореагировали на случившееся. И про реакцию каждой организации есть отдельный рассказ. Но большая часть тела морского существа все еще оставалась у мкид, и те решили все же провести исследование, сдав останки некой странной организации. Там провели масштабные исследования, узнав в итоге то, что тварь, скорее всего, из параллельного мира, называемого морем кайджу, большей информации о котором было рекомендовано искать в библиотеке странников. И там, конечно же, нашлась книга об этом мире, мире альтернативной земли, который населен гигантскими водными существами, проникающими время от времени в наш мир. Поначалу мне показалось, что это описание уж очень похоже на миры ICSU, о которых я уже делал видео на этом канале. Кто не смотрел, ICSU это серия картинок художника Милли Кьюриса, повествующих об организации, сильно похожей на SCP, но с некоторыми своими особенностями. А потом оказалось, что не показалось. Статья на сайте SCP про этот мир, очень похожая на ICSU, постоянно ссылается на некую организацию под названием ISCU-T. Сходство крайне подозрительное. Кроме того, та организация, в которую МКИД сдали Кракена, также сокращается до ISCU-T. Так или иначе, сдав существованные исследования, МКИД узнали, что монстр прибыл из параллельного мира, который покрылся водой почти полностью. До этого все эти факты брались из разных рассказов, но наконец-то мы дошли до объекта. В SCP-3534 описывается подводная лодка, способная переместиться в тот самый скрытый водный мир, в котором, как оказалось, где-то в 20 веке произошел конец света, в ходе которого почти вся суша погрузилась под воду. Человечество в этом мире вымерло. Однако теперь между затонувших городов плавают гигантские монстры, представляющие собой, как правило, смесь двух, а иногда и более морских животных. Исследуя этот мир, фонд предположил, что именно они каким-то образом вызвали затопление планеты, для того, чтобы иметь возможность комфортно жить в этом измерении. Но не только фонд узнал о мире гигантских существ, но и сами существа узнали о том мире, в котором фонд исследовал их мир посредством SCP-3534. И они посмотрели на все это и решили захватить для себя еще одно измерение. Следующий рассказ Хаба Войны на всех фронтах уже описывает отношение представителей Пятой Церкви к происходящему вторжению орды гигантских монстров из соседнего параллельного мира и начавшемуся всеобщему потопу. Эффективно противостоять вторжению гигантов оказывается способна только связная организация под названием Агентство по исследованию аномальных предметов Японской Империи, видео про которое еще не было на этом канале, но возможно будет. Так или иначе, гигантские монстры уничтожили Японию и весь остальной мир, и пришли туда откуда начали, на мистический остров из ирландской мифологии, на те руины, которые они там некогда оставили, где монстры сразились с выжившими людьми из магического народа. Дальнейшие события описываются в Хабе под названием Анастасис, который как бы является частью Хаба Войны на всех фронтах, но в то же время и отдельным Хабом, так что о нем потом, возможно в качестве второй части к этому видео. И как обычно, оставляйте комментарии за какое-то явление из мира SCP. За какое будет больше сообщений, о таком и поговорим в следующем подобном видео. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok